Сейчас у памятника Афанасию Никитину установлено 12 прожекторов мощностью от 150 до 400 ватт. Две опоры освещения «Фрегат», проложена линия наружного освещения. Среди светотехнического оборудования синяя подсветка елей. Проекту предшествовала масштабная работа. Памятник тщательно обследовали, затем на компьютере моделировали световое восприятие объекта. Над воплощением идеи трудились специалисты в области наружного освещения, в том числе Лихославльский завод светотехника. На втором этапе уже по результатам выполнения работ по компьютерному моделированию производился эксперимент по установке световых приборов здесь, прямо на месте. Проводилось макетирование, оценка мощности этих приборов, оценка расстояния до объекта, ну и, соответственно, визуализация на местности. Ну а на третьем этапе уже непосредственно техническое воплощение с помощью тех средств, которые применяются для архитектурного освещения. Здесь используются прожектора заливающего света, производства Лихославского завода светотехника. Общая мощность световой установки на данном памятнике порядка 2,5 киловатт. Подсветка памятников архитектуры давно распространена в городах Европы, и к этому необходимо стремиться. В стороне не должен оставаться и частный бизнес, говорят в администрации города. Примером такого взаимодействия и стал проект архитектурно-художественной подсветки памятника Афанасью Никитину. Финансировался проект за счет внебюджетных источников. Нам к этому, конечно же, надо стремиться. Начиная, конечно, сначала с памятников, естественно. Памятник Крылова, допустим, да. Но когда реконструкцию его сделаем, будет очень тоже красиво. Сейчас он сквер сделаем, а дальше уже будет сделана реконструкция своего памятника. Второй момент – фонтаны, которые летом работают, тоже надо подсвечивать. И я думаю, так вот шаг за шагом, вообще, конечно, будет слово за архитекторами и, соответственно, светотехниками. По словам руководства Твери, в планах города шаг за шагом придавать световое оформление памятникам, фонтанам, в дальнейшем и мостам. Как подчеркнул губернатор области Андрей Шевелев, на подобную работу должно быть ориентировано руководство на местах во всех крупных муниципальных образованиях региона. Я хотел бы, чтобы у местной власти, я не говорю о городе Твери, о наших городах, это было правилом хорошего тона. Потому что, когда мы говорим о нашей красоте, когда мы говорим о наших особенностях, эти особенности не только днем должны видеть люди, но и по вечерам. Афанасий Никитич, у нас же 50 лет стоит примерно этот памятник, поэтому хорошо, что его подсветили. Это, можно сказать, лицо города. Посветка, конечно, очень создает какой-то эффект, красочный такой. Красный, необычный, да. Это замечательно, мы будем чаще сюда ходить просто. Ирина Ковень, РЕН-ТВ Пилот.